Библейский портал экзегет.ру представляет 130-й псалом для библейского портала «Экзегет», читаю перевод российского библейского общества. Песнь «Восхождение» сложена Давидом, как и две из этих самых песней «Восхождение», которые были до сих пор. Но здесь, пожалуй, в наибольшей степени мы видим образ самого Давида. Песнь «Восхождение», то есть еще одна ступенька, еще выше, чем предыдущая. И в 129-м псалме мы читали «Избездно воззвало к тебе Господи, и если ты будешь следить за нашими грехами, кто устоит?» Там такой провал. Человек, поднявшись на определенную духовную высоту, понимает, насколько на самом деле глубоко он пал. Пока он не поднялся, ему кажется, что он выше. Когда он поднимается, он понимает, что на самом деле он внизу. И вот 130-й дает такую площадочку, такой ровный уступ, на котором можно задержаться. И этот уступ связан с именем Давида. Не случайно он здесь как раз и приведен. И вот как будто говорит сам Давид. А что он говорит? «Господи, сердце мое не было надменным. Глаза мои свысока не смотрели. Не посягал я на то, что выше меня, на то, что для меня недоступно. Я утешал, успокаивал душу мою, словно ребенка, отнятого от груди материнской. Душа моя, словно ребенок, отнятый от груди материнской. Да уповает Израиль на Господа, отныне и вовек». Короткий, но насколько эмоционально насыщенный псалом, да? Во-первых, сам образ. «Я успокаивал душу мою, как ребенка, отнятого от груди материнской». Представьте себе малыша грудного, которого у мамы забрали, он орет, захлебывается криком. И вот его носят на руках и не могут успокоить, потому что мамы нет. Вот так моя душа отнята от Бога. И я ношу ее, эту душу, на руках, пытаюсь убаюкать, а она не хочет засыпать. Потрясающий совершенно образ. И вот здесь он даже не пытается оправдаться. У нас столько псалмов, в которых псалмопевец оправдывается перед Богом, говорит, «Я все сделал правильно, вот враги мои на меня напали без вина». 119-й об этом говорит, да? «Я говорю о мире, а не о войне». А вот здесь Давид, великий царь, великий праведник, говорит только одно. «Сердце мое не было надменным, не посягал я на то, что выше меня. Я не возносился». Вот и все. Может быть, все остальные грехи он совершил, но перед Богом он не возносился. И это единственное, может быть, что позволяет ему на что-то надеяться от Бога. То есть, что он не ставил себя выше Бога, а поэтому он ждет от него милости. И вот после такого отчаяния 129-го из бездны «Я возвал к тебе, Господи». И вот здесь тоже такой плач этого самого ребенка. Вот трагизм, который буквально пронизывает этот псалом, он вдруг начинает каким-то образом смягчаться. Вот этот настрой его псалмопевец успокаивает, как плач этого ребенка, отнятого от груди. Вот есть одна надежда. Если я маленький ребенок, если я не считаю себя большим, может быть, Господь меня как этого малыша, этого младенчика примет и утешит, и вернет меня к этой самой груди, от которой я так или иначе был отнят или сам отвалился. Да уповает Израиль на Господа, отныне и вовек. А вот что значит уповает? Надеется, что Господь придет, победит всех врагов, построит нам город, защитит нас от нападений. Да, да, это все есть. В предыдущих псалмах все это было. А по сути дела, что он нас прижмет к этой самой любящей груди и даст нам насладиться вот этим молоком, без которого, собственно, мы жить-то больше не можем. Но это был Давид. И что значит Давид-она? Для нас, почему мы его сегодня вспоминаем, ну или почему там спустя века, когда был построен этот храм, пели про Давида, восходя по ступеням храмовой лестницы или стоя на ней левиты пели. Об этом следующий 131-й псалом.